Глава четвертая. Лето. Ася и Юля суетились, собирая вещи в дорогу. Юля нервничала из-за предстоящей поездки. Сегодня девочки уезжают домой на каникулы. Никто не видел мою тетрадку в клеточку, — рылась в тумбочке Юля, выкладывая книги. — Никак не могу найти. — Под подушкой растяпа. Маша протирала стол. — Ты же туда ее прячешь. Подняв подушку, Юля обрадовалась. А то меня мама ждет. Надо поторопиться. Сунула тетрадь в небольшой чемоданчик. — Ась, ты скоро? Уже все. Ася надела сандалии. Побежали. Закончив со столом, Маша принялась за подоконник. — Маш, а ты поедешь домой? — сидя на кровати, Галя складывала свои рисунки. — А за мной папа скоро приедет. Тетя Кристина сказала, что мы поедем на юг отдыхать. — Везет же. — Маша отодвинула в сторону горшок салоя. — Вот бы увидеть море. — Не переживай, увидишь. Ближе к вечеру комната опустела. Асю и Юлю забрали родители. Галю — вторая жена отца. Валя и Света ушли на улицу. Все-таки они стали подругами. Нина и Люда тоже покинули интернат на время каникул. Уехали к родственникам. Кто в деревню, кто на отдых. Маша сидела у окна и скучала. В деревне сейчас хорошо. Повсюду полевые цветы, кузнечики. Пахнет свежей травой и липой. Дети бегут на речку к воде, чтобы искупаться, позагорать и заглянуть в чужие сети. Ох, сколько раз рыбаки гоняли ребятишек, чтобы те не выпускали рыбу. Но мальчишкам все нипочем. Озорничают и проказничают. Наложат деревяшек в сети да в ловушки. А то и вовсе перетащат в другое место. Ищи потом, дядя рыбак, волнуйся. Интересно, а как там Катя, Егорка и Федя? Скучают или нет? Федька маленький еще. Наверное, и не помнит о старшей сестре. А вот Егор должен помнить. Ему было почти пять лет, когда Машу отвезли в интернат. Степка, прошептала Маша, вспомнив о соседском мальчишке. Какой он стал? До сих пор сваливает свою вину на других или уже поумнел? А если на Катю? Маша встрепенулась, представив, как мать наказывает сестру ни за что. Ой, нет, вряд ли. Степка не водится с малышней. Они ему не интересны. Он больше с Гришкой советниковым водился. И что у них общего? Степа проказник, каких свет не видывал. А Гриша из богатой семьи. Батька у него председатель, а мамка бухгалтерша. Мать всегда говорила, сытый голодному не товарищ. Правда, не совсем понятно, при чем здесь голодный и сытый, и кто кому не товарищ. Ох, странные эти взрослые. Говорят так, что ребенку ни в жизни не разобраться. Маша, послышалась из коридора, ты тут? Мария обернулась и увидела маму, заглянувшую в приоткрытую дверь. Мама! Девочка не ожидала увидеть мать сегодня, да и вообще когда-нибудь. Она уже не ждала маму, так как неопределенность научила не надеяться ни на что. Маша не побежала с радостными криками, как это делают соскучившиеся дети. Она медленно поднялась со стула, подошла и уставилась в глаза Ирины, опустив руки по швам. Мать и дочь смотрели друг на друга и молчали. Маша заметила невозмутимое лицо мамы, без улыбки, блеска в глазах, хотя глаза Иры уже очень давно стали холодными и пустыми. Мама особо не распространялась на ласку, в которой так нуждаются маленькие дети. Собирайся, домой поедем, как-то холодно произнесла Ирина. Но совсем? Маша ощутила прилив сил от услышанного. Вот, наконец-то она приедет домой в родной починок, в котором родилась и выросла, где у нее есть друзья и родные. Маша обрадовалась даже Степке, представив, как она увидит соседа и поздоровается. Ну и пусть, что он такой задиристый, зато свойский. «На лето!» — с недовольством ответила мать, заходя в комнату. И тут Машу понесло. Забегав по комнате, девочка то и дело останавливалась и прикладывала указательный палец ко рту, вспоминая, куда она положила карандаши или расческу. «А что с волосами?» Ира только сейчас заметила короткую стрижку, похожую на коры. «Ничего!» — смутилась дочь. «Постригли. В шею, что ли, нахваталось?» Иру передернула. «Нет, у нас их не бывает!» Мария держала в руках платье. «Быстрей собирайся! Автобус скоро!» «Я сейчас!» — торопилась Маша, закидывая свои пожитки в тряпичную сумку. Выходя из интерната, Мария застряла в дверях. «Ну что опять?» — Ирина нахмурила брови. «Надо с Изольдой Валентиновной попрощаться!» Девочка развернулась, но мать схватила ее за руку. «Обойдется! Не в последний раз виделись!» — дернула дочку на себя. «Я говорю, автобус ждать не будет!» В эту самую минуту Маша взглянула на мать, почувствовав, как мурашки поползли по рукам и спине. Девочка ощутила холод, исходивший от родного человека. Появилось ощущение неприязни. «Чужая», — промелькнула мысль в голове. «Не мама, тетя». До остановки шли быстрым шагом, чуть ли не бежали. Ирина все время торопила девочку, которая отставала из-за тяжелой сумки. «Мама, сумка мешает!» — застонала Маша, перекладывая ношу в другую руку. «Донесешь! Не маленькая уже!» — не обращала внимания Ира на дочь. «Быстрей, а то опоздаем!» Заприметив издалека автобус, мама вновь поторопила Машу. «Шевелись, иначе пешком пойдешь!» «Какая-то ты нерасторопная стала!» Запрыгнув в автобус, Маша заняла свободное сиденье у окна. «Пить хочу!» — прошептала, задыхаясь. «Дома попьешь!» Всю дорогу Маша ощущала неудобство. То яркое солнце слепило глаза, то жажда одолевала, заставляя ребенка чувствовать сухость во рту. В салоне настолько душно, что по спине потекли капельки пота, зачесались шея и голова. «Точно в шее нет!» Обратив внимание, как дочка чешется, Ира сморщилась. «Да точно, точно!» — насупилась девочка, положив руки на колени. Наконец автобус притормозил у поворота на проселочную дорогу. Осталось всего ничего. Почти километр пешком до починка, и ты дома. Легкая доля волнения одолевала Машу. Вот-вот она увидит Катюшу и братьев. Такая радость! «Сегодня надо сено переворошить!» — выдала вдруг Ира, перешагивая через выбоины. «Мне некогда. Катя не справляется. От Егора толку нету, лодырь. А Федька мал еще. Вечером на картошку пойдем. Поросла, зараза, бурьян по пояс. Устаю, сил моих нету». Маша слушала мать, представляя заросшую усадьбу. В голове предстала картина, будто ботву картофеля обхватили длинные лапы крапивы, прижав своей колючей листвой светло-зеленые ростки. Бррр! Противный сорняк! Маша всей душой ненавидела крапиву с тех самых времен, когда мать отходила ею по рукам за орущего Федю. И не важно, что Федька сам виноват. Нечего было приставать к белянке. Вот она и воткнула своим мокрым носом. Хорошо, что не рогами. Представив, как коза мотает с облевидными наростами, девочка улыбнулась. «Чего улыбишься?» Ира заметила улыбку и приняла ее за издевку. «Или ты думаешь, сменила место жительства, так матери помогать не надо?» «Я?» Маша подняла голову. «Нет». «То-то же!» Строгий голос матери держал в напряжении. «Кто не работает, тот не ест». Вот это новости. Кто это сказал? Откуда у мамы такие речи? Никогда в доме Титковых никто так не говорил, даже батька. Вот и дом показался за высокой березой, растущей у дороги. Ох, душа запела соловьиной трелью. Маше хотелось сорваться с места и ринуться к калитке. «Ну беги, беги!» Ирина будто прочитала мысли дочери. «Только дверью не стучать!» Крикнула вдогонку. Девочка бежала, не чувствуя ног, втягивая через нос теплый воздух и запах садовых цветов. «Катька!» Крикнула через калитку, не успев открыть. «Маша!» Сестра выбежала из сарая, узнав родной голос. Переполненное счастьем, девочка забыла о куриных яйцах, бросив небольшое ведерко на землю. Не выдержав силу земного притяжения, несколько яиц раскололись, обнажив содержимое. «Маша!» Катюша обхватила руками сестричку. «Я так скучала, так скучала!» «Я тоже!» Мария прижимала сестру, чувствуя, как колотится ее сердце. «Ты больше не уедешь!» С надеждой в голосе спросила Катя, уставившись в глаза Марии. «Я на все лето приехала!» Маше не хотелось думать об отъезде. «А где Егор и Федя?» «Егор на речке, а Федька спит». Нахмурилась Катя, отпустив сестренку. «У нас батька новый». «Какой батька?» Удивилась Маша. «Дядя Митя, он тоже спит, так что ты потише, а то мамка заругает». Катя посмотрела вокруг себя и чуть не заплакала, заметив опрокинутое ведро у сарая. «Яйца! Ой, что сейчас будет?» К детям подошла мать и сразу обратилась к Кате. «Все сделала, как я сказала». Катюша громко глотнула, а потом кивнула головой, пытаясь не смотреть матери в глаза. «Сейчас яичницу нажарю и сядем обедать». Ирина вошла во двор. «После я на ферму, а вы сено ворошить». «На какую ферму?» задалась вопросом Маша. «Мамка коров доить ходит», – шепнула Катя. «Давно уже. Нашу Зорьку отдали, а молочка охотца». «С фермы носит?» «Бывает, но рассказывать об этом нельзя». Екатерина говорила так тихо, что сестре пришлось прислушиваться. «Это тайна. Степкину корову тоже забрали. И Танькину». «Зато коза есть», – подбадривала сестренку Маша. «Пошли домой. У меня язык высох и в горле песок. Пить хочу». На этот раз Кате крупно повезло. Мать не стала ругать за разбитые яйца. Молча выбрав целые из ведра, принялась жарить. Маша, испив чистой колодезной воды, уселась за стол. Поглядывая на мать, спросила. «Можно я к Степке схожу?» «Успеешь еще?» «Сено, а потом гулянки». Ирина переворачивала яйца желтком вниз. «А чем это так вкусно пахнет?» В кухню вышел заспанный дядя Митя. Обратив внимание на Машу, поздоровался. «О, привет, Машуль. Как оно?» Девочка растерялась, вылупив округлившиеся глазенки на дядьку. «Чего молчишь? Или воды в рот набрала?» «Откуда вы знаете?» Выпалила девчушка, чем рассмешила нового члена семьи. «Вижу, как из носа пузыри пускаешь!» Рассмеялся Митя, сунув нос в засаленную сковороду. «М-м-м, яичня! Обожаю!» Дядя Митя оказался неплохим мужиком, улыбчивым и веселым. Маше он сразу понравился, как только она услышала его глуховатый смех. Дмитрий годин худощавого телосложения и невысокого роста, жилистый и загорелый, с густой блондинистой копной на голове. Маша присмотрелась к дядьке и заметила сходство с ее родным отцом Филиппом. А еще она заметила ярко выраженную хромоту. Дядя будто ковылял по воображаемым ступенькам на ровном полу, а все из-за того, что одна нога была короче другой аж на три сантиметра. Ничего не поделаешь, вот таким он уродился. В свои тридцать Митя уже успела освоить несколько профессий – сторож, сапожник, пастух, слесарь и даже вязальщик. Очень ему нравилось это дело – вязать. Было время, когда он навязывал шерстяные носки и продавал их на автовокзале города Брянска. Именно там познакомился он с Ириной. «Шерстяные носочки для сына и для дочки», – призывал к покупке Митя. «Вам не в тягость, а для ребятишек радость. Ножки в тепле, крепкое здоровье. Покупай и налетай, о себе не забывай». Заслушавшись крикливого торгаша, Ирина стояла у вокзала, ожидая автобус, и улыбалась. «Да чего ж горластый, симпатичный, а как складно сочиняет!» Улыбка не пропадает с лица на таком-то морозе. Зубы сводит, а парень, знай себе, зазывает покупателей, размахивая парой серых носков. «Мать вяжет!» – с интересом приблизилась Ира, разглядывая самодельный прилавок. «Сам!» – с гордостью ответил Митя, подмигнув. «Да ну, не может быть!» Ира оторвала взгляд от товара и подняла глаза. «Чтобы мужик довязал!» Женщина захохотала во все горло, представив, как деревенские мужики сидят на крыльце своего дома и вяжут деревянными спицами бабские кофты. «Я и варежки могу!» Митю прошибло потом от чувства стыда. «И рейтузы!» «Чего? Рейтузы?» Смех Ирины теперь уже напоминал гогот с примесью поросячьего визга. «Отошли бы вы, барышня, а то всех покупателей распугаете!» – предложил Митя. Пока Ирина насмехалась над мужским занятием, пропустила автобус. Пришлось ждать следующего, а это почти три часа. «Тьфу! Ну что же ты будешь делать?» – смотрела на уходящий транспорт, стоя рядом с носками. «А все ты! Покупай, налетай, юная вязальщица!» – хихикнула напоследок женщина и отправилась внутрь здания, чтобы погреться. Примерно через час в дверях автовокзала появился и Митя. Ирина сразу обратила внимание на его хромоту. Мужчина кое-как доковылял до свободного места, держа под мышкой сложенный деревянный столик и сверток. «Божечки!» – прошептала Ира, пожалев инвалида. «Вот я дурында!» Не теряя времени, женщина решила извиниться. Поднявшись с насиженного места, легкой походкой подошла к парню. «Опять вы!» – заметив приближающуюся хохотунью, Митя отвернул голову. «Ты не обижайся, слышь!» – лицо Иры зарумянилось от стыда. «Я же не со зла! Ну, не видала, чтоб мужики таким делом занимались!» «Не видала она!» – в полголоса произнес парень и повернулся. «А сама-то, небось, не умеешь!» «Умею! Я все умею!» – нежным голосом заговорила Ира. «Не берут на работу?» «Нет!» – отпустив голову, ответил Митя. «Сам-то откуда?» «Из первомайки!» «Да ну!» – воскликнула Ирина, подпрыгнув на лавке. «Это ж рядом с нами!» «А вы куда путь держите?» «В починок!» «Любопытное совпадение!» «Ничего любопытного!» – женщина перестала восклицать. «Деревенские часто в город ездят по своим делам!» «А чего в своем селе торговли не занимаешься?» «У вас народу ого-го будет!» «В Брянске поболе!» Митьке не хотелось отвечать на неудобные вопросы. «Ясно!» Разговор сошел на нет. «Значит, на одном автобусе поедем?» – спохватился Митя. «Угу!» Женщина скрывала радость на лице. Дождавшись автобуса, Ирина и Митя заняли последние места. «Завтра опять в город!» Мужчина поставил столик между коленями. «Нет, теперь уж и не знаю, когда!» Расстегнув пальто, Ира глубоко вздохнула. «А, дети малые, муж!» «Да, но без мужа!» За почти четыре часа дороги Ира и Митя узнали друг о друге практически все. Ирина, слушая собеседника, все больше и больше замечала его привлекательность. Как он говорит, подергивает плечом или поправляет волосы на затылке. А вот Дмитрий думал не о привлекательности этой молодой женщины, а о том, почему не хочется расставаться. «Адресок оставишь?» Осталось буквально пару остановок, и Митя заволновался. «Зачем это?» «Зачем это?» Опешила женщина. «Мало ли, в починок ехать понадобится, а остановиться негде», – юлил парень, поглядывая в окно, чтобы не пропустить свою остановку. «Запоминай». Ирина рассказала, как найти ее дом и назвала свою фамилию. «Понял. Ну, жди в гости». Митя поднялся, взял под мышку свои вещи и двинулся к выходу. Ирина сразу почувствовала тоску по этому симпатичному мужчине. «Да ну, кому нужна многодетная мать», – проводила взглядом собеседника. «А такой хороший парень». Хороший парень появился в деревне сразу после Нового года, объяснив свой приезд душевной тягой и бессонными ночами. Ирина не стала ломать из себя дурочку. Признавшись в своих чувствах, предложила Мите жить в ее доме. «А я люблю детей. Очень». Митя жадно ел отварной картофель и запивал его киселем. «Нас у мамки шестеро было. Я младший». «И где они?» Ирина слушала, подперев подбородок рукой. «Нету. Я один остался». Проглотив кусок картофеля, мужчина загрустил. «На войне потерялись». Пообедав яичницей со свежей зеленью, сестры собрались на сено. «Подождите, я с вами». Митя допил козье молоко и встал. «В одиночку не справитесь». «Полежал бы, Митя». Ирине не хотелось, чтобы ее мужчина утруждался. «Девчонки сами справятся. Не маленькие уже». «Не, подсобить надо». Митя настаивал на своем. «Належался уже». «Лучше бы Федьке обувку починил, что ли». «Лето, Ира. Босиком пусть бегает. Для здоровья полезно». Митя часто говорил о здоровье, так как волновался за детей. Он прекрасно помнит, как болел в детстве, и мать ухаживала за ним, укутывая потеплее после выпитого горячего молока. Мужчине запала в душу материнская забота и переживания за каждого ребенка. Это и отложилось в памяти. Накинув грабли на плечо, мужчина взял за руку Федю и повел в поле. Сестры шли рядом, переговариваясь. Маша рассказывала об интернатовской жизни, а Катя слушала и удивлялась, сколько много девчонок остались без родителей. «Так и будут жить в интернате всю жизнь», – беспокоилась Катя за подруг сестры. «Нет, нам Изольда Валентиновна рассказывала, после окончания школы надо идти учиться дальше, а потом работать». «А куда учиться? В нашу школу?» «В училище или институт». «А что такое институт? У нас в деревне нету такого». «Это как школа, только там учат, как работать надо». Митя прихрамывал, слушая девчонок, и вспоминал о своем училище, которое он так и не смог закончить из-за собственной ошибки. Его исключили из-за драки, но свою невиновность доказывать не стал. Посчитал, что это не по-мужски оправдываться, хотя схлопотал Митя изрядно. Вот и пришли. Отчим скинул с плеча грабли и осмотрел масштаб работы. «Да, девчонки, застрянем мы здесь до самого вечера». «Не-а», усмехнулась Маша, схватив орудие труда с коротким черенком. «Одному тяжело, а нас трое». Девчушка покосилась на пожелтевшие дорожки будущего сена и позвала сестру. «Становись первая, потом я». «А дядя Митя пусть после нас ворочает», раскомандовалась Маша. «А Федя?» Катюша заволновалась за младшего братика. «А что, Федя, пусть цветочки собирает». Митя и сестры встали в ряд друг за другом и принялись за работу. Мальчик Федя, по настоянию старшей сестры, принялся бегать по нескошенной траве и собирать колокольчики и васильки. Мальчишке хватило всего десять минут, чтобы хоть как-то отвлечься, пока вокруг не появились огромные жужжащие мухи, которые так и норовили укусить за голые ножки. «Ай-яй!» завопил братишка и заплакал. Бросив на землю грабли, Маша подбежала к Феде. «Что случилось?» Подняла подол платья, чтобы вытереть лицо ревущему брату. «Муха!» тыкал пальчиком мальчик в воздух. «Слепни!» вздохнула Мария, понимая, что эти кусачие твари так просто не оставят в покое ребенка, пока не напьются молодой крови. Сообразив, что произошло, Митя снял рубашку и ею укутал мальчика. «Не стой на месте! Бегай, прыгай!» Застегивая пуговицы, повторял отчим. «Они не пристанут, если шевелиться будешь!» Маша слушала нового папку и поражалась. Столько заботы от чужого дядьки она никогда не видела. Даже родной отец не обращал внимания на детей. Часто приходил домой уставший или пьяный. А то и вовсе с позаранку сбегал на речку, чтобы якобы наловить рыбы, а сам со своим другом распевал горькую. Ох, как мамка ругалась! Даже кулаками махала, угрожая батьке расправой. Вспоминая отца, Маша вернулась на исходную позицию и продолжила переворачивать подсушенные пласты сена. Работа была закончена ближе к вечеру. Из-за ощущения ломоты в руках, плечах и даже в пояснице Марию потянула в сон. Шутка ли, девятилетняя девочка так умаялась, что чуть не потеряла сознание под палящим солнцем. А лето в этом году особенно знойное. Вернувшись в дом, девочки сразу же пошли в комнату, чтобы прилечь и немного отдохнуть. Митя занялся ужином, усадив Федю за стол. — Пришли уже? — в открытую дверь заглянул Егор. — А я только с речки. — Егор! — Митя строго посмотрел на мальчика, поставив ведро с картошкой на пол. — Может, хватит отлынивать? Вон сестры твои от усталости с ног свалились, а ты... — А что я? — мальчик схватил со стола краюху черного хлеба и жадно откусил. — Мамка говорит, что я еще маленький. — Не маленький. Это я тебе как отец говорю. — Ты не мой отец. — Егор нахмурил брови и вышел на улицу. — А нашего папку Васькой звали, — поддакнул Федя, покачивая ножками. — Теперь я ваш папа. Не поднимая головы, отчим продолжил чистить картошку. Примерно через полчаса Ирина вернулась с фермы. Снимая на ходу косынку, плюхнулась на табурет и положила одну руку на стол. — Руки ломит, — сказала вслух и вздохнула. — Зорька не признает после того, как я ее сдала. Легает копытом и смотрит, как на врага народа. — С характером, — перемешивая картофель в сковороде, поддержал разговор Митя. — А девки где? — спохватилась мать. Понимая, в доме стоит полная тишина. — Устали, спят. — Куда спать? — заговорила Ира громким голосом. — Картошку полоть кто будет? Поросла, не прорастет. — Я дополю. Там осталось всего-то борозд пять или шесть. — Мить, может, местами поменяемся? Ты будешь гряды полоть, на дойку ходить, вязать, а я? — Унизить меня хочешь. Муж изменился в лице. — Все с бабой сравниваешь. — Не-не, — Ира поняла. Если сейчас продолжит в том духе, то и этого мужика потеряет. — Митенька, ну ты чего? Обиделся. Да я ж тебе только добра желаю. Не гоже мужикам на усадьбе спину ломать. А без работы сидеть самое то. Выключив кирогаз, Митя сел на свободный табурет. — Не переживай ты, устроишься. Лето длинное. А жизнь короткая. Приехал, как на хлебник. — Никогда так не говори. Ирина взяла мужа за руку. — Никакой ты не на хлебник. Вон, а сколько по дому делаешь. У других мужики в хате только командовать могут. А ты у меня другой, заботливый, детишек любишь. Кусок в горло не лезет. У тебя четверо, а тут я еще. Митя совсем загрустил, стыдясь своего положения. — Не переживай, всем хватит, — задумчиво сказала Ирина. В этот вечер поход на усадьбу сорвался. Девочки так умаялись, что проспали до следующего утра. — Вставайте, Соня, хватит дрыхнуть, — мать готовила завтрак. — Быстрей, скорей, пока солнце невысоко, надо по картошке пройтись. — А что, уже утро? Катя села на кровати. — Ой, — спохватилась Маша, протирая заспанные глаза. Катюша спрыгнула на пол и выскочила в кухню. — Мама, а чем это так вкусно пахнет? — устроилась на табуретке, вытянув шею. — Оладьи. — Ирина помешивала тесто деревянной ложкой в алюминиевой кастрюле. — М-м-м-м, — Катя прикрыла глаза и облизнулась. — Каждый день бы их ела. — Каждый день не получится, зато я знаю, где хорошо кормят. — Где? Девочка распахнула ресницы и подняла брови к олбу. Ирина поставила кастрюлю на стол и облокотилась о столешницу. — В интернате. Хочешь туда поехать вместе с Машей? — задала вопрос полушепотом. — Насовсем? — насторожилась девочка. — Ну, почему же? Будете приезжать на каникулы. Сама видишь, летом много работы по хозяйству, а зимой здесь делать нечего. — Хм-м, — задумалась Катя, вспоминая рассказы сестры о беззаботной и сытой жизни в казенном учреждении. — А я жить вместе с ней буду? — С ней, — слукавила женщина и выпрямилась. — Ты пока никому об этом не говори, а как придет время уезжать, расскажем вместе. Вот Маша обрадуется. — А почему не говорить? — Мальчишки за вами увяжутся, а их не возьмут, маленькие еще. Будут плакать. Ты уже большая, понимать должна. Катюша встала на ноги и улыбнулась. — Ох, как будет здорово, когда она переедет в интернат. Там и конфеты дарят, и оладьи пекут, а еще очень много детей. Вот весело-то будет. Воспитательница добрая, не то что Агриппина Марковна, очень уж привередливая, до каждой буковки доколупается, а потом еще и ругает при всех. А в интернате никто ругать не будет. Спать ложиться не заставляют. Ложись хоть в двенадцать ночи, только утром, чтобы как штык. Коз кормить не надо, убирать навоз тоже, дрова таскать и печь топить. Господи, рай, а не жизнь. Обмозговав все за и против, девочка громко ответила да. — Что да? Маша присоединилась к завтраку. — Да, говорю, очень вкусные оладьи. Схватив маленький горячий блинчик, Катя с усердием подула на него. Покормив детей, Ирина ушла на работу. Сестры запили завтрак травяным чаем и отправились полоть усадьбу. Бегая по дороге на перегонки, девчонки шутили, смеялись и радовались утреннему солнышку, зажмуривая на ходу глаза. — Интересно, а что там? Катя притормозила и подняла голову кверху. — Где там? Чуть поодаль остановилась и Маша. — Там. Катюша показала пальцем в небо. — Наверху. Мамка рассказывала, папка туда ушел, ведь бабушка с дедушкой будто наблюдают за нами, а сказать ничего не могут. — Наверное. Пожала плечами Мария, рассматривая облака, похожие на тонкий слой ваты. — А мне все это море напоминает. — Не-а, — засмеялась Катя. — Какое море? Оно черное, а небо голубое. Маша быстрым шагом подошла к сестре. А есть еще красное и белое. — Да ну! Катя удивленно посмотрела на сестру. — Прям красное-красное? — Ага. — И белое, как молоко? — Ага. — Откуда ты знаешь? Девчонки рассказали. — А еще я книгу у старшеклассниц видела. География, кажется, называется. — Какая такая биография? — изумилась Катя, не понимая, о чем это говорит сестра. — Ха-ха! — усмехнулась Маша, взяв девочку за руки. — Не биография, а ге-а-графия. Поняла? — Катюша часто-часто замотала головой в знак отрицания. — Ладно, потом объясню. А сейчас побежали! — потянула сестру за собой, разгоняясь по пыльной дороге. Проснувшись, Митя поднялся на руку и прислушался. За окном переговариваются Маша и Катя. Пока мужчина умылся и разбудил мальчишек, сестер и след простыл. — Поторапливаемся, — подгонял Федю и Егора. — Завтракаем и на пальбу картошки. — Ага, сейчас! — огрызнулся Егорка, проглатывая пятый оладушек. — Им делать нечего, вот и пускай идут, а у меня дел по горло. — И каких же? — поинтересовался Митя, подвигая к сонному Феде кружку с козьим молоком. — Разных. Надо на речку, проверить сети. Егор на ходу придумывал неотложные дела. — Да мало ли чего еще надо? — Э, нет, друг. Сейчас перекусим и на усадьбу. Митя давно понял. Егорку надо перевоспитывать трудом, иначе вырастет знатный лодырь и пройдоха. — Я тебе не друг, а ты мне не отец. Мальчишка насупился, глядя на отчима из-под лобья. — Не имеешь права указывать. — Во-первых, да, не отец, но по закону муж твоей матери. А это что означает? — Что? — Отчим, то есть законный отец, хоть и не родной. И какой отсюда вывод? Егорка вконец растерялся, не понимая, что от него хочет посторонний человек, пришедший в чужой дом несколько месяцев назад. — Дядь, отстань, а! — А вывод такой. Я имею право тебя воспитывать и наказывать, если уж ты ведешь себя хуже девок. Ответив строгим голосом, Митя в шутливой форме ударил кулаком по столу. — Я все мамке расскажу! — соскочил Егор с табурета и ринулся на улицу с криками. — Я скажу, что ты меня бил! — Говори, говори! — спокойным голосом произнес Митя и, повернувшись к Феде, улыбнулся. — Ну, а ты что? — Федька сидел смирно, медленно пережевывая пышный оладушек и не сводя глаз с отчима. — На картошку пойдешь? — Угу, — согласился мальчик, с трудом проглотив большой кусок вкуснятины. С сорняками на усадьбе справлялись лихо. Полоть девочке приучены чуть ли не с пяти лет. Огромные и толстые стебли сорняков разлетались в разные стороны. Сестры переговаривались, наклонившись с двух сторон над картофелем, и посмеивались. Обратив внимание на борозду, Митя подумал. — Черт с ней, с мелкой травой, сам уберу. Приняв привычную позу, мужчина принялся полоть двумя руками. Старался изо всех сил обгоняя детей, чтобы им досталось работы поменьше. Как только солнце поднялось выше над горизонтом, Митя скомандовал отбой. Невозможно полоть в жару. Солнце печет и сжет кожу. Нельзя позволить обгореть девочкам до красноты. Это не в лесу сено ворошить. На открытом пространстве еще жарче. Почему так долго? Ирина, не найдя приготовленного обеда, обошлась краюхой хлеба с вареными яйцами и свежим огурцом. — Пололи! Митя подошел к умывальнику ополоснуть лицо и шею. — Ой, Митя, избалуешь девчонок? Вырастут лодырями да неумехами. Женщина смотрела на мужа оценивающе. — Кто их замуж возьмет? — Возьмут, не переживай. Девчонки ладные и шустрые. Вытерся вафельным полотенцем и посмотрел на себя в маленькое зеркальце, висевшее над умывальником. — Ох ты ж! — всплеснула руками Ира. — Какой заботливый! Чужие ведь, а, Мить, не тянут? — Ты б думала, че несешь, — нахмурился муж, присаживаясь на табурет. — Дети, они и есть дети. — А о своем не задумывался? Загадочный голос жены застал Митю врасплох. — О своем думал, конечно, но... Митенька, — Ира смотрела в глаза мужа так, как смотрят влюбленные женщины. — Бога молю о ребеночке, так хочется понянькаться, сил нету. — Погоди, Ира. Митя не понимал, как можно хотеть еще детей, если в доме шаром покати, да и старшая, якобы по этой причине, отдана в интернат. — Шутишь, что ли? А жить как? На что одевать, кормить? — Справимся, Митенька, справимся. Женщина была ласкова, как никогда. Присев на колени к мужу, встряхнула тонкими пальцами блондинистую шевелюру и громко засмеялась. — У нас семья, так? — Так. Мужчине стало не по себе. — А значит, что? — Что? — Неужели не хочешь сыночку кровного? — Хочу. Кто ж от этого откажется? — Ну вот. — Ир, что люди скажут? — Маша в интернате, а мы еще одним обзавелись. — И что? Кому какое дело? Пусть идут к лешему, у нас своя жизнь. Сложив губы, Ира отвернула голову. — Это понятно. Только меня один вопрос мучает. Вот смотри, мы народили сына, у меня с работой туго, а там и тебя дома с детем посадят. Так это ж на пару месяцев всего. Ирина заговорила другим тоном, более язвительным. — Выйду на работу, буду так же молоко носить. Малого в ясли. Ох, громко вздохнув, Митя снял жену с коленей и встал. Ерунда какая-то. Нюрка Гвоздикова, между прочим, одна шестерых подымает и ничего, справляется. И никто из баб не корит, что все дети от разных. А ты тут такую демагогию развел, аж тошно. — Причем тут от разных, — возмутился муж, поправив волосы на затылке. — Я о детях толкую. — Да поняла я. Не хочешь, так и скажи. Ира набрала в ковш воды. — Дом есть, огород, хозяйство. Что еще для счастья надо? — Чтобы все вместе были, — добавил Митя, присев за стол. Видела, как Маша обрадовалась родному дому. — И что? — сделала несколько больших глотков. Она уже большая, все понимает, отучится, получит комнату и останется в городе. А ты ее спросила, нужен ли ей город. — Сам подумай, устроится, а потом сестре и братьям поможет. Накрыв крышкой ведро, поставила ковш сверху. Ясно. Митя не стал спорить с женой. Поднявшись, вышел на улицу. Возмущению не было предела. Завести детей не проблема. Вот только как растить? Уповать на государство? Мужчина к этому не привык. Он всегда считал, что сам должен добиться чего-то в жизни, чтобы перед детьми не было стыдно в будущем. Да, судьба сыграла с ним жестокую шутку. Родился инвалидом. Но мама всегда повторяла. Значит, Богу так было угодно. Не всем же красивыми рождаться. Да и на твою долю счастье найдется. Нельзя опускать руки и жаловаться. Эти слова Митя запомнил на всю жизнь. Бывает. Что ж, кому-то здоровым родиться, а кому-то с короткой ногой. Ничего страшного. Главное, руки-ноги есть. И на этом спасибо. Мам, я кушать хочу. Катя сходу запрыгнула на табурет и положила ручки на стол. Так хочется вкусненького. Ирина с недовольством посмотрела на девочку и позвала Машу. Покорми детей, а то мне некогда. Тороплюсь. Мария нарезала черный хлеб, налила в кружки молока и позвала Федю. — А Егор где? — задала вопрос Ира, надевая калоши. — Его с нами не было. Маша крошила мякиш хлеба в кружку. — Он непослушный, мам. Ничего страшного. Не сегодня, так завтра поможет. Ирина выпрямилась и дала следующее указание. — Белянку попасите. Огород не забудьте полить. Да, Маш, простерни одежу ребятишкам. Ох, устаю так, что ноги ели волоку. Кивнув головой, Маша села за стол. — Вечер. — Куда таз тащишь? Митя заметил Машу с огромным тазом, наполненным детской одеждой. — Постирать, мамка наказала. Покряхтывая, девочка еле передвигалась в сторону бани. — Постирать? Мужчина нахмурился. — А сама она не может, я так понимаю. Ну ладно, я с ней еще поговорю. Следом за Машей прибежала и Катя, чтобы оказать помощь. — Маш, а в интернате ты мне будешь платье стирать? — выпалила сходу, не обращая внимания на отчима. — А то я не умею. — В каком еще интернате? Митя не успел сдвинуться с места. — Ой! Катя поняла, что ляпнула лишнего. Прикрыв рот ладонью, слегка покраснела. — Мамка же просила ничего не говорить. — Так... Мужчина подошел поближе и наклонился, упершись руками в колени. — Мамка и тебя сплавить решила? Катя смотрела на отчима выпученными глазами. — Теперь точно от мамки попадет. Нельзя было раньше времени трепаться. Прощай, теперь много вкусной еды и веселая жизнь. Сама все испортила. Представляя, как мама будет ругаться, Катя всхлипнула. — Я с тобой хочу в интернат! — заплакала девочка, обняв Машу. — Я с тобой поеду! — Ну, если сама хочешь! Митя был в растерянности. Тогда другое дело. — Да-да! После работы Ира пришла домой. — Пристала. Пусти да пусти с сестрой. А я и говорю, если уж так хочется, поезжай. Привязана она к Маше. Митя точил ножи, сидя на крыльце. Как собачонка по пятам ходит. Вот это дружба! — А я что говорила? Все же в городе девчонкам получше будет. Митя ничего не ответил. Подняв нож на уровне глаз, прищурился и оценил остроту лезвия путем нажатия пальцем. — А у нас на ферме есть место для тебя, — ласковым голосом заговорила Ира. И кем же? Мужчина с трудом встал на ноги. — Да яром. — Уф! — усмехнулась жена, заходя в дом. — Скажешь тоже. Сторожем? Кем же еще? Дождался, и года не прошло. Митя почувствовал облегчение. Наконец-то и он сможет полноценно работать и приносить пользу. Сторож — работа неплохая. Сиди себе и в окно пялься, а то и полежать можешь, но спать запрещено. Делай обход, проверяй замки. В общем, неси службу, как полагается, по совести. Положив ножи на место, Митя заковылял на улицу. — Куда это ты? — усевшись за стол в ожидании горячего ужина, спросила Ира. — Пойду огород полью, — ответил муж, переступив через порог. — Сами справятся. Нечего баловать. Обернувшись, Митя изменился в лице. — Вот смотрю я на тебя, Ир, и все больше мне кажется, что ты им неродная мать. Вышел, хлопнув дверью. — Угу, неродная. Женщина начала злиться. Стукнув кулаком по столу, громко сказала. — Если бы не выскочила замуж назло, жила бы сейчас с тремя детьми, а не с такой оравой. Эх, не надо было с Филькой связываться, да и с Васькой тоже. — Кем теперь вырастут пацанята и Катька? С девкой-то все понятно, а вот ребятишки, если пойдут в Ваську, добра не жди. Подхватив лейку, Митя сначала отправился к бане. — Ого, так быстро! — восхитился работой девочек. — Шустрые, однако. — Выжимать тяжело. Маша трогала красные пятна на внутренней стороне ладоней. — Жжет. — Значит так. Отчим поставил лейку у железного таза и принялся развешивать на посеревшую веревку оставшуюся одежду. — Сейчас идете домой, а я тут сам. — А огород? Старшая сестра не могла поверить, что взрослый мужчина сам берется за женскую работу. — Я полью. — Поднял пустой таз и лейку. — И почему мамка его раньше не встретила? — вздохнула Катя, шепча сестре на ухо. — А вот Егорка его не слушается. Дядя Митя ни разу мамке не пожаловался. Во, какой хороший! — Ага. — Маша смотрела уходящему отчему в спину. — И нам помогает. Подойдя к крыльцу, сестры услышали крик со стороны соседнего дома. Обратив внимание на соседского мальчишку, остановились и поздоровались. — Привет! — громко выкрикнул Степка, сидя на заборе. — Приехала, значит, насовсем? — На лето! Маша рассматривала подросшего друга и все время улыбалась. — Ясно! Спрыгнув, подошел ближе. — А правду говорят, что там живут только сироты и брошенные. — Кто тебе такое сказал? Маша поняла, это камень в ее огород. — Все говорят, и даже баба Поля, — скривив рот, передразнил соседку. — А-а-а, сплетни слушаешь? — гордо подняв голову, Маша решила унизить мальчика. — И чем ты лучше своей мамки? Сплетни слушаете и распускаете. Фу, это не по-мужски. Поставив руки на бока, Мария отставила левую ногу в сторону, сжала губы и сощурила глаза. Выглядела девочка устрашающе. В какой-то момент Степке стало не по себе. Он никогда не видел Машу такой самоуверенной и дерзкой. Не найдя, что ответить, мальчишка словесно прошелся по матери. — А твою мамку в деревне гулящий считают. Принял точно такую же позу, как у Маши, и сплюнул на землю. — Батьки-то у вас все разные. — А твое какое дело? Маша держалась, чтобы не накинуться на сплетника. — Как это какое? Соседи все-таки. Хотелось уколоть побольнее, но, как назло, нужные слова не подбирались. — А я тоже в интернат поеду, — влезла в разговор Катюша, видя, как Маша злится. — Будем там каждый день, а ладьи есть и конфеты, а еще и побреют тебя на лысо. Ха-ха-ха! Во дворе раздался громкий хохот. Степа представил Катю без волос, как ее лысина будет блестеть на солнце, словно золотая монетка, лежащая на дне реки. — Мой дед хвалился своей проплешиной, мол, протер платочком и хорошо. — Неправда! Катя не выдержала насмешек. — Ты все врешь! — А чего мне врать? Степка пытался отдышаться, чтобы высказаться. — Вон она, Машку, погляди! С чего бы ей косу отрезали? Все верно. Побрили до самого черепка. — Не знаешь, отреплешь! Маша сорвалась. Сжимая кулаки, медленно приблизилась к соседу. — Никто меня на лысо не стриг. — Как же? А это что? — встряхнул короткие волосы, прикрывающие уши. — Что бы ты понимал, это сейчас модно! Ничего другого придумать Маша не успела. Пусть будет модно. Все равно Степка ничего в этом не понимает. — Угу. Пожила в детском доме и слов разных нахваталось. Мальчик понял, что он попал в просаг и срочно нужно выкручиваться. — Брошенка! — Неправда! Никто меня не бросал! Глаза Маши наполнились слезами. — Это специальная школа! Школа для особенных детей! Для умственно отсталых! Степка язвил с особым усердием. — Значит, и Катя отсталая, раз и ее туда сдадут! За сестру стало еще обиднее. Недолго думая, Маша схватила камень, лежащий у крыльца, и запустила в голову соседу. Мальчик упал на землю и закатил глаза. На голове у виска просочилась темно-красная дорожка, похожая на вишневый сок. Струйка задержалась во взъерошенных волосах, пытаясь пробраться к уху. — Кровь! — закричала Катя, закрыв лицо руками. На крик прибежал Митя и остолбенел. Соседский мальчик лежал возле крыльца, закатив глаза. С правой стороны у лба блестела запекшаяся кровь, начиная от виска и заканчиваясь в ушной раковине. — М-м-м! — застонал мальчик, пытаясь поднять руку. Митя, опомнившись, аккуратно поднял мальчика на руки и понес в соседний дом. Увидев сына, истекающего кровью, мать Надя заголосила. — Убили! Убили сыночку! Положив Степку на кровать, приказным тоном мужчина отправил Машу за фельдшером, а Катю домой. — Так ему и надо! — уходя, шептала Катя. — Будет знать, как над Машкой издеваться. Мария бежала по улице и молила Бога, чтобы Степка выжил. — Ой, мамочки, теперь меня отлупят! — обливаясь слезами, бежала девочка. — Да чтоб тебя, Степка! Это ты виноват! Не надо было злить! К счастью, фельдшер оказался дома. Запрыгнув на велосипед и усадив ребенка на раму, мужчина со всей силы надавил на педали и двухколесный транспорт покатил по пустынной улице. — А Степка выживет? — устремив свой взгляд на доктора, тихонько спросила девочка. — Должен, — спокойным голосом ответил мужчина. Остановив велосипед у забора, фельдшер ринулся в дом. Маша осталась на улице, нервно дергая язычок на звонке, старалась не думать о плохом. — Маш! — к сестре прокралась Катя, поглядывая на окна. — Ну что? — Ничего. Мария, не поднимая головы, продолжала бренчать звонком. — А мне кажется, ты правильно сделала. Подбадривала сестренку Катя, сорвав длинную травинку у забора. — Пусть знает, а в другой раз еще получит. — Другого раза не будет. Маша подняла глаза на девочку. — Я больше сюда не приеду. Я это знаю. — Ну ты что? Катя всем сердцем чувствовала, как Маше плохо. — Вместе будем приезжать. Я же тоже поеду. Ты забыла? Бросив терзать звонок, Маша обняла сестру и поблагодарила за поддержку. Через полчаса дверь дома тети Наде открылась, и на улицу вышли Ирина, Надя и Митя. — Лупить! Лупить, как Сидорову козу! — не унималась Надежда, размахивая рукой. А если бы убила? — Ну, не убила же, доктор констатировал факт. Ваш мальчик жив, слава богу, все обошлось. — Она из самого детства такая, неуправляемая. Надю трясло от негодования. Если бы сейчас ей на глаза попалась старшая дочь Иры, без сомнения, сама бы отлупила чужого ребенка. — Надь, ну все же обошлось! — Ирина заламывала пальцы от волнения, стараясь успокоить соседку. — Я с ней поговорю. Она будет у меня наказана. — Мало! — Надежда была не в себе от ярости. — Воспитывать с детства надо, а то вырастают потом, не пойми кто. Вон, а уже и головы пробивают. Чуть инвалидом не сделали. — Надя! — Что, Надя? — У тебя их трое, а у меня один. — Я понимаю, не злись. Ирина чувствовала пристальные взгляды мужа и врача. — Сдали в интернат и правильно сделали. Пусть сидит там и носа не высовывает. Может, там воспитают как надо. Хотя Филька был мужиком так себе, и девка в него пошла. — Ты бы, Надя, думала, что несешь? — Ирина повысила голос. — Коли мужской лаской обижена, я-то тут при чем? — Извините, но мне пора. Фельдшеру не хотелось быть свидетелем бабских скандалов. Запрыгнув на велосипед, двинулся в сторону дома. — Ира, пойдем домой, — настаивал Митя, потянув жену за рука в платье. — Не устраивайте балаган на всю улицу. — Нет, ты слыхал, что она говорит? Ирина разошлась не на шутку. Сорвав с головы косынку, начала ею размахивать. — Дети у меня не такие. Это Степка твой не такой. С девкой справиться не смог. Ха-ха-ха! Вырастила бабу и радуется. А моя Машка лихо ему в башку запулила. Соплячка с подростком справилась. Смех да и только. — Пошла-ка отсюда, пока я тебе не запулила. — Надежду обидели слова соседки. — Мой Степан растет справедливым и добрым мальчиком. А твоя Машка так и будет врать на каждом шагу да с пацанятами драться. Такие никому не нужны. Ни обществу, ни родителям. Я знаю, почему ты от нее избавилась. Чтоб мужика в доме пригреть. Один сбежал, второй утоп, а этот сирота. И находит же себе подстать. — Неправда! — во двор забежала Катя. — Маша никогда не врет. Это все Степка. — О, еще одна прискакала! — кивнув в сторону Кати, Надежда принялась из-за нее. — Ни воспитание, ни пригляду. Копия Васьки. Машку с папиросками ловила. А эта, гляди, чтоб самогоном не увлеклась. — Замолчите! — топнула ногой девочка, сдерживая слезы. — Это Степка папироски приносил. Это он у нас ночами клубнику обрывает, а вы и не знаете. А еще, а еще он у учительницы деньги весной украл. — Что? — у Нади вытянуло с лицо. — А ты знаешь, что клеветать нельзя? — А вы у Степки спросите. Он те копеечки девочкам подкинул. Я сама слышала разговор с Гришкой. — Уходите! — сказала Надя, как отрезала, и прошмыгнула в дом. — А чего ты молчала? — Ирина взяла дочь за руку. — Боялась, что он на меня все свалит. — Ох, пойдемте домой! — вымотала меня эта крикуха. Открыв калитку, Ирина вышла со двора первой. Но не прошло и двадцати минут, как на пороге дома появился рыбак по имени Кузьма. Тряся на ходу порванной сетью, мужчина заикался от волнения и бормотал что-то несвязное. — Ваш шалопай! — Кузьма хватал ртом воздух. — На реке? — Опять сети ваши порезал. Митти порядком надоели проказы пасынка. — Да нет, лежит и... О, Господи! Ира схватилась за голову и рванула к реке. — Кузьма, скажи толком, что стряслось? Митя схватил дядьку за рубаху. — Самогону опился стерлядь. Испугавшись, мужик смог выговорить последние слова без запинки. — Ох, мать его! — ругнулся Митя, сорвавшись с места. Ирина бежала к реке, накрутив себя до предела. Ее колотила и бросала в сторону. Ноги заплетались, женщина спотыкалась и охала. Мите удалось догнать жену. — Ира, подожди! — схватил жену за руку. — Не пугайся! Жив он, жив! — Но, Кузьма, сказал... Обливаясь слезами, Ирина тоже начала заикаться. — Пока он слова выговорит, сердце остановится. У Мити перехватило дыхание. — Спит, мальчишка! — самогонки попробовал. — Что? Ох, я ему сейчас! Женщина быстро пришла в чувство. Не теряя времени, вновь побежала в сторону реки. Остановившись у воды, закрутила головой. Мальчика нигде не было видно. — Вон он! — Митя заметил под плакучей ивой белую рубашку. Егор, свернувшись калачиком, сопел и одновременно что-то бормотал. — А ну, вставай! — заплаканная мать схватила мальчика за шиворот и потянула наверх. — Отстань! — охрипший Егор махнул рукой. — Я тебе сейчас отстану! Я сейчас так отстану, что сидеть не сможешь! Подымайся, гадость такая! Поставив сына на ноги, Ирина встряхнула обмякшее тело и дала подзатыльник. — Где взял? — Да уйди ты! — мальчишка тер глаза, пытаясь устоять на ватных ногах. — Плохо мне! Додумался же напиться! — Ирина вновь одарила Егора подзатыльником. — В таком-то возрасте! А ну, бегом домой! Бегом, я сказала! Шлепнув сына по мягкому месту, погнала домой. Егор растопырил глаза и сделал первый шаг. Голова закружилась. Мальчик упал на колени, почувствовав резкую тошноту. — Ой, ой, стыд-то какой! — не переставала отчитывать мать, хватая Егора за плечо. — Быстро домой! Ой, что люди скажут! Кузьма по всей деревне разнесет! Ой, позор какой! — Ты своим криком быстрее разнесешь! — к мальчонке подскочил Митя. — Дома с ним поговорим, не ори! Подняв пасынка на руки, хотел было донести, но мальчишка заортачился. — Ты мне никто! Отпусти! — вырывался Егор, размахивая руками. — Мама! — оставь Митя, не трогай, пусть сам идет. Ирина озиралась вокруг, вдруг кто-то услышит крик. Опустив Егора на землю, Митя подтянул штаны и пошел вперед. Ирина подталкивала сына в спину, поторапливая. — О, бестолочь, попробуй мне еще нос свой сунуть в бутылку! — грозила пальцем, оглядываясь. И я тебе всю душу выверну! Егор плелся по тропинке, испытывая головную боль и жажду. — А почему это, батьки, можно было, а мне нет? — думал про себя мальчик, шатаясь. — Я тоже могу, я же мужик. Подходя к дому, Егор почувствовал, как к горлу подступает недавно съеденный малосольный огурец. Он остановился, схватившись за горло. — Ой, поглядите-ка! — из-за соседнего забора послышался голос Нади. — Я же говорила, таким же станет, как и Васька. Еще в школу не пошел, а уже брагой балуется. Ха-ха-ха! Ирина не стала устраивать перебранку на дороге, закусив губу, молча вошла в дом. — Машка! — крикнула с порога, скидывая калоши. — Иди сюда! Маша вышла в кухню, предчувствуя неладное. — Почему Егор шляется где попало, а? — замахала руками мать. — Ты куда смотрела? — Мама, он не слушает никого, — опешила девочка, глядя на брата, которого болтала из стороны в сторону. — Ты старшая, обязана приглядывать. Ты зачем сюда приехала, а? Ирину затрясло. Решив выплеснуть, всю злость на старшую дочь пригрозила. — Завтра же поедешь в интернат. Помощи от тебя не дождешься. Только и ходят туда-сюда, сладенького выискивают. Как вы мне все надоели! — Сдурела. Позади матери показалась голова отчима. — Чего брыкаешься на девку? Она-то тут при чем? Сто раз тебе говорил, пора браться за хулигана, да пожестче. Но нет, маленький еще. Только и слышу, Машка да Машка, а мальчишки беспризорниками растут. Эта Федька еще ничего не выдает, но, глядя на братца, скоро начнет кренделя выписывать. — Ты сейчас должна Егору всыпать по первое число, а сама на дочку орешь, будто она тебе не родная. — Молчал бы уж, — Ирина перекинулась на мужа. — Были бы свои, а то своих мы не хотим, а вот чужих воспитывать в раз. — Не, так дело не пойдет, — вскипел Митя, схватив рабочую ветровку. — Надоело слушать эту ересь. Разбирайся сама, а ко мне не лезь. Накинув на плечо ветровку, широким хромым шагом двинулся на улицу. Ирку как кипятком ошпарили. Сообразив, что сейчас может потерять самого лучшего мужика в мире, какого она только встречала, бросилась догонять. — Митенька, подожди, куда ты? — Фу, чем от тебя пахнет! Катя, услышав крики матери, вышла посмотреть. Подойдя к брату, сморщило лицо. — Так от батьки нашего воняло. — Не твое дело! Егор отпихнул в сторону сестру и полез на печь. — Взрослый уже! — Взрослый! — прошептала Маша, поглядывая на босые грязные ступни мальчика, не успевшие скрыться за занавеской. Вечно мне из-за него попадает. — Ничего! — Катя погрозила кулаком на печь. — Встанет, я ему задам! В доме повисла нагнетающая тишина. Катя и Маша вернулись в комнату дочитывать сказки. Устроившись поудобнее на кровати, Маша открыла книгу. — Слышишь? — кивнула в сторону окна. Мамка ругается. Прислушавшись, девочки притихли. — Ну куда ты? Куда на ночь глядя? — причитала мать, не выпуская мужа со двора. — Митенька, опомнись! Повздорили, малюха, бывает! — Уйди, — сказал. Убирая руки Ирины, мужчина отворачивал лицо. — Не могу слушать твои вопли! Да какая ты мать после этого! Одних гоняешь, другим пряники подсовываешь. — Какие пряники? Наблюдая за плаксивой сценой, переглядывались сестры. — Разве можно мальчишек утруждать? Ирина глотала слезы. — Вырастут, наработаются еще. — Ох и глупая же ты! — покачивал головой муж. — Лодырями вырастут. Потом сама и плакать будешь. — Митенька, ну прости меня. Я все исправлю. Да только не уходи, Богом молю! — Мужчина сдвинул брови к носу, постоял несколько секунд и, развернувшись, поковылял к сараю. — На чердаке сегодня сплю, а ты чтоб девок не обижала. — Взобравшись по кривой лестнице на чердак, Митя захлопнул дверцу. Вот и славненько, успокоившись, Ира ополоснула лицо из бочки. — Ночуй там, покуда я проведу воспитательную беседу. До темноты мать отчитывала Машу и Катю за младшего брата, грозила, ругала и раздавала оплеухи. Егор же был предупрежден, если не прекратит проказничать, будет работать с раннего утра до позднего вечера. Ложась спать, сестры договорились смотреть за братом в оба. Егор уснул сразу, как только мать отстала. Сама же Ира в эту ночь не ночевала в доме. Вернулась она рано утром с первыми петухами. Счастливая и довольная.